В России 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 до характера, что вот он лидер, и вот человек, который привлекает к себе людей, и как вы уже сказали, что у него очень много сторонников, которые приходят на суд, друзей. Но вот все ли друзья, все ли его товарищи, может быть, сокурсники, так же его поддерживают? Или среди них появились люди, которые боятся теперь общаться с вами, например? Нет таких людей, я не знаю. Видимо, среди его близкого круга и не было таких людей. Уже он общался только с теми людьми, которые разделяли его взгляды. Это здорово, да, потому что по-всякому бывает, когда человека арестовывают, а по политическому делу то бывают люди, которые отходят. Но здорово, что этого не произошло, а наоборот появились новые. Даже его коллеги, он работал в Институте системного программирования и писал диплом. И пока он сидел под административным арестом с 28 апреля, он уже находится, в общем-то, в неволе, с 28 апреля, он пытался писать все равно диплом, потому что он должен был защищать диплом, действительно, 1 июня. И его коллеги помогали ему в этом, поскольку у них были компьютеры, они ему распечатали этот диплом, сейчас он лежит у меня дома. То есть люди, другие программисты ему помогали, те, которые с ним работали. Это здорово, да, потому что часто бывает, что все-таки есть процент людей, которые отпадают, когда арестовывают человека и не поддерживают семью. А у меня такой вопрос, вы говорили про СИЗО, вы говорили про следственный комитет и про суд. А какое впечатление на вас произвел вот сам процесс по существу, когда уже Диму судили, когда ему вынесли приговор? Суд, что для вас это было? И вообще вы были готовы к такому, ну, тяжелому приговору на самом деле. Ну, я надеялась, что срок не будет, конечно, таким чудовищным. Ну, мне хотелось надеяться на это, но я следила за другими подобными процессами, за процессом Гориного и видела, что, в общем-то, надежды не так много. И, в общем-то, наш замечательный адвокат Мария Эйсмонт, она нас готовила к тому, что срок будет большой. Было понятно, что этот процесс показательный, что запрашивают сейчас по этим процессам в основном всем по 9 лет, и фактически срок, который дают, ненамного отличается от этого запроса, как правило. Поэтому это было ожидаемо, но все равно, конечно, морально это очень давит, морально тяжело, психологически тяжело, когда большой срок, и когда думаешь, что действительно придется его отбывать, если вот представить, что придется отбывать его до конца, то я думаю, что это очень тяжело. Но сын, он такой сильный человек, он мужественным воспринял и приговор тоже. Его, кстати, он рассказывал мне вчера на свидании, что его перед приговором обыскивали два раза. Искали все, прощупали всю одежду, искали, видимо, лезвие. И он, как всегда, он шутит, он даже пошутил, он сказал, что он сегодня утром уже побрился, и у него ничего с собой нет. Конвой его обыскал два раза. Свидание через стекло, да, Елена? Да, свидание проходит всегда в таких маленьких кабинках через стекло и через решетку. Вот это тоже одна из таких проблем, что я уже год не могу, практически год, обнять даже своего сына, потому что дотронуться до него даже. Мы разговариваем по телефону через вот, через стекло. А вот вы, если говорили о том, что были совсем недавно на свидании, да, буквально на этой неделе. Как-то он изменился после приговора, и вообще, как он, как он, о чем мысли, можно, о чем вы с ним говорили? Вот вы сказали, что он рассказал вам, что его обыскивали и все такое. А вот что еще он важно на ваш взгляд сказал? Ну, он сейчас... Нет, он не изменился после приговора. Он не изменился. Мы обсуждали то, что он сейчас читает. Он сейчас читает ремарка, и ремарк там есть и в библиотеке у них в СИЗО. И он говорит о том, что сейчас наше время, в которое мы живем, очень похоже на то время, которое описывает ремарк в своих произведениях, там, на Западном фронте без перемен, Триумфальная арка, когда прошлое разрушено, будущее тоже туманно весьма, и весь мир как будто летит в тартарары. В общем, все это он параллели проводит между тем временем и сегодняшним. Здорово. Очень точное, точное у него ощущение. Это многие сейчас об этом говорят, действительно, да. Ну, обсуждали его жизнь там в тюрьме. Там сейчас он в большой камере находится, и их сейчас там 16 человек. И, то есть, это постоянно работающий телевизор, постоянно кто-то общается. То есть, такой вот камера, которая никогда не спит. Вот. В этом плане тоже, конечно, тяжело, потому что буквально очередь в туалет постоянная. Ну, потому что народу действительно много, кому-то надо умыться, кому-то там же и постирать, помыть посуду, еще что-то. И быт, конечно, довольно тяжелый, да. Вот. Но он, там у него хорошее отношение с сокамерниками, он общается. И, в общем-то, сокамерники тоже долго удивлялись и не верили, что ему могут дать такой срок. И только когда уже был приговор, они, в общем-то, поняли, что да, за слова, за какие-то мысли, репосты, высказанные в канале, в телеграме, в интернете можно получить такой огромный срок. Они рассуждают такими общеуголовными понятиями, ориентировались. Ну, не верили, что такой большой срок ему дадут. И они, конечно, все тоже в шоке на самом деле. Спрашивают его до сих пор сокамерники, что он, может быть, получал какую-то выгоду от того, что он делал. И не могут поверить, что совершенно бескорыстно он вот занимался этим. Ну, действительно так. Да, это удивительно. Да, многие люди думают, что нельзя просто так выйти на митинг и бороться за свои права или публично высказать что-то. А у меня, я возвращаюсь к суду, к последнему слову Димы. Он сказал, вот я процитирую, «Обвинение в совершении тяжкого преступления может стать серьезной ношей. В тюрьме я встречал людей, пусть и немногих, которых гложет чувство вины за содеянное. Однако мне в этом смысле просто. Все обвинения в мой адрес выглядят абсурдно, а статьи, по которым меня судят, в принципе не должно существовать. Занимать последовательную позицию и говорить правду для меня легко и приятно. Я всегда придерживался этого принципа как в общественной деятельности, так и в личных вопросах». Вот у меня вопрос. Откуда у такого, ну, очень молодого человека, 23 года, это вообще, мне кажется, ничего? Такая сила духа и уверенность в своей правоте. И тем более, как вы сказали, он в 17-м году уже начал выходить. И в 12 лет, когда была болотная, он уже за всем этим следил. Вы когда-нибудь с сыном раньше обсуждали, что вот это его неравнодушие, вот это его наблюдение за всем этим может закончиться не очень хорошо или тюрьмой, или еще чем-то? Какие-то у вас были такие разговоры, когда вы его, возможно, предостерегали от такой судьбы? Да, безусловно. Я, Вера, я как мать не хотела, чтобы он страдал, и я видела, к чему все идет. И когда начались задержания его, вот эти административные аресты, я много раз уговаривала его бросить это все, заняться только наукой. Но, естественно, потом я поняла, что это бесполезно, что он не бросит. Видимо, раз в несколько поколений рождается такой вот человек, я даже не знаю, почему вот в нашей семье вроде бы, меня спрашивали тоже, какой-то вот, который является таким вот борцом, таким вот воителем, который будет воевать за права, идет до конца. Потом, когда я поняла, что уговорить его бросить все это не получится, я стала, естественно, последний год, перед тем, как его посадили, я стала уговаривать его уехать. Особенно настойчиво я стала уговаривать его уехать из страны, ну, где-то вот в феврале 22-го года, естественно. И у него была возможность уехать. Мы с ним обсуждали это откровенно, он мне рассказывал, что да, у него есть возможность уехать, ему предлагали, но он отказался. И ссориться с ним, ругаться было бесполезно, то есть у него была своя четкая позиция, и он стоял до конца. Я ему говорила, что, ну, ты же понимаешь, что тебя посадят в тюрьму, тебя посадят, я уже кричала просто, тебя посадят в тюрьму. Ну, он говорил, что в конце концов, что если надо, то да, я буду сидеть в тюрьме, но я не уеду, потому что если я уеду назад, я уже вернуться не смогу, меня не пустят. А я хочу оставаться здесь со своей страной. Он мне перед Новым годом ещё прислал очень такое хорошее письмо, где тоже упоминает об этом. Он поздравляет меня с Новым годом, с наступающим. И вот там он писал о том, что он в тюрьме, уже просидев 8 месяцев в тюрьме, что в такое странное и тяжёлое время это даже естественно, ну, то есть ему находиться в тюрьме, потому что изображать нормальную жизнь, когда мир вокруг рушится, у меня бы не получилось. Вот что он мне написал. Такие хорошие, мотивирующие слова. Мой адрес написал, что ну, он пишет вообще о том, что он не разочаровался вот как раз в своих друзьях, что все его поддерживают, но что до конца он пишет, я всегда был уверен только в одном человеке, в тебе, и не ошибся. Ну, то есть тоже мне было приятно это прочитать. Да, удивительно, конечно, это то, что вы рассказали, Елена, это очень важно. Мы должны заканчивать уже наш разговор, и я хочу сказать, что вы слушали подкаст «Овещательная комната», мы говорили с Еленой Стромской, мамой Дмитрия Иванова, автора телеграм-канала «Протестный МГУ», которого недавно приговорили к 8,5 годам за распространение фейков о российской армии. Я хочу сказать в заключение, что меня в истории Димы Иванова потрясло вот именно он сам, да, вот эта личность, потому что важно, что Дима, он, Дима Иванов, он не политик, не журналист, а он вот, как мне кажется, гражданин своей страны с большой буквы, потому что он, как мы теперь узнали, оказывается, он мог уехать из России, он не уехал, потому что для него было важно жить и бороться за будущее страны, как он её понимает. Но, к сожалению, эта борьба сегодня очень часто заканчивается тюрьмой, даже не очень часто, а практически всегда. И остаётся лишь надеяться, что, как поётся в известной песне, однажды стены рухнут-рухнут. И мне хочется вам, Елена, пожелать сил и вашему мужу тоже силы и не терять надежды. Вот. А вы слушайте наш подкаст на Ютубе, в Эппл-подкаст, на других платформах. Ставьте лайки и комментарии. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok